Всем доброе утро. Я рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего утреннего онлайн-эфира. Он будет посвящен новому эмитенту. Компания называется группа ВИЗ. И компания представляет сферу инфраструктурного строительства. Я, когда изучал историю компании, то в хорошем смысле слова восхитился ее жизненным путем. Компания прошла путь от такой обычной строительной компании, которых, наверное, в России как минимум тысячи, до одного из крупнейших в России операторов проекта ГЧП. И в данный момент компания занимает на этом рынке разным оценкам от 9 до 12%. И вот когда изучаешь презентационные материалы компании, то так, конечно, впечатляешься масштабом деятельности, когда видишь так называемый бэклог проектов, это деньги, которые должны быть получены в будущем, и видишь цифры на уровне 400 миллиардов и планы нарастить этот бэклог до уже цифр, измеряющихся в триллионах. То есть масштаб деятельности, он в хорошем смысле слова впечатляет. При этом компания в ближайшее будущее планирует разместить облигационный займ, который обещает быть довольно интересным с точки зрения соотношения доходности и риска у компании рейтинг на уровне А. При этом планируется размещение займа с ориентиром по купону порядка 9%, что делает его интересным по очень широкому кругу людей. Вот, собственно, о планируемом выпуске облигаций и о деятельности компании мы сегодня и поговорим. Нашими гостями будут Людмила Паршакова, заместитель генерального директора группы ВИС, и Рустем Кафиатуллин, директор по работе с эмитентами компании БКС, которая выступает организатором этого займа. Начнем мы с небольшой презентации компании, которую сделает Людмила, и потом перейдем к традиционной секте вопросов и ответов. Я знаю, что у компании в сентябре была похожая презентация на площадке московской биржи, поэтому я постараюсь, чтобы вопросы максимально не повторялись теми, которые обсуждались на той презентации, и вот чтобы это было максимально интересно. А сейчас с удовольствием предоставляю слово Людмиле. Здравствуйте, коллеги! Сергей, добрый день! Спасибо большое за такое очень доброжелательное представление. А сейчас постараюсь кратко рассказать буквально в нескольких словах о нашей группе. Сейчас только поборю технику с клавишей F5. Так, ну что ты будешь делать? Людмила, пожалуйста, кликните мышкой по экрану, а потом нажмите… Да, я так и делаю, но у меня вот получилось. Извините, небольшие технические заминки, такое бывает. Как и сказал Сергей, да, группа прошла большой путь. В этом году отметила свое 20-летие. Из маленькой строительной компании преобразовалась в один из ведущих инфраструктурных холдингов страны. Мы построили 98 объектов общей сложности, общей стоимостью больше 160 миллиардов рублей. Сейчас у нас находится в стадии проектирования и строительства 21 объект, инвестиционной стоимостью более 250 миллиардов рублей. Мы строим мосты, дороги, социальные объекты, детские садики, школы, медицинские учреждения и экологические объекты, мусоросортировочные комплексы. Штаб-квартира компании находится в Москве. Представительство во всех местах присутствия. В Генау, в Хаваровском крае, Якутии, Новосибирске и так далее. Естественно, что по мере увеличения проектов география нашего присутствия будет увеличиваться. В группе на сегодня более 50 организаций консолидировано под головной компанией. Главная компания группа ВИЗ АО. Это инвестиционные, финансовые, специальные проектные компании, строительные компании, компания-оператор, региональный оператор, обращение с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области и Томской области. Более 2700 сотрудников работают на сегодня в группе. Это высококлассные инженеры, юристы, эксперты в области логистики, финансов, налогов и аналитики. Портфель проектов сегодня группы превышает 527 миллиардов рублей. В 98% этого портфеля формируют проекты государственно-частного партнерства. Основная его доля приходится на проекты транспортной инфраструктуры. И почти в равных долях проекты социальной инфраструктуры и обращения с ТКО. До 2025 года мы планируем нарастить портфель, как уже и говорил Сергей, до 2 триллионов. И это вполне реалистичные планы. Уже сегодня у нас находится в стадии подписания и финальной проработки соглашений с Министерством обороны на строительство трех промышленно-логистических комплексов в Новосибирске, Екатеринбурге и Хабаровске. Общая стоимость, планируя подписание соглашений, 300 миллиардов, более 300 миллиардов. Собственно, в проработке находятся еще проекты транспортной инфраструктуры и социальной образования порядка триллиона-полутора рублей. Группой сформированы уникальные компетенции. Она один, может быть, даже единственный, или один из немногих игроков рынка ГЧП, который сочетает в себе все необходимое для того, чтобы управлять полным жизненным циклом проектов. Собственную налоговую экспертизу, юридическую экспертизу, финансовые компетенции, компетенции в области строительства и проектирования, управления проектами и эксплуатации этих проектов. Собственно, наличие этих компетенций в нашей группе и позволило нам занять свое место, сформировать такой впечатляющий портфель проектов, иметь такой впечатляющий бэклог 485 миллиардов рублей к получению с горизонтом до 2047 года. Подробнее остановлюсь на финансовой стратегии группы. Выпуск биржевых облигаций, о котором говорил Сергей в своем вступительном слове, это очередной шаг в реализации нашей финансовой стратегии. Первыми шагами были выпуски проектных облигаций. В 2017 году мы выпустили первый в России выпуск облигаций по неконцессионному проекту ГЧП. Мы рефинансировали затраты, принесенные при сооружении шести дошкольных и школьных учреждений в ЕНАО. И в июне этого года мы опять же выпустили первый в России выпуск социальных структурных облигаций. Эмитентом была специальная финансовая организация социального развития объемом 5,6 миллиардов рублей. Это завершилась инвестиционная стадия проекта по строительству 12 социальных объектов в Якутии. Очень красивая структура выпуска. Все эксперты отмечают высокое кредитное качество этого проекта. Семинары проводят и биржи, и Акро, и Эксперты РАК. Мы тоже гордимся этим выпуском. Наши цели на будущее. В сентябре этого года мы зарегистрировали программу биржевых облигаций объемом 30 миллиардов рублей, которую планируем разместить в ближайшие перспективы. Первый выпуск – это тот, о котором мы сегодня говорим с вами. 2,5 миллиарда рублей сроком на 7 лет, оферты через 3 года. И пока мы даем индикатив ставки купона 9% годовых. Дальнейшие цели – это обеспечить активный вторичный рынок, прочно сгребить бренд группы ВИЗ на фондовом рынке, войти в лобарды в список, выйти в первый уровень листинга и к 2025 году выйти на IPO группы. Что нам позволяет так уверенно говорить о наших перспективах на фондовых рынках и о нашей финансовой стратегии? Прежде всего, это высокая надежность группы как имитента. В августе мы получили рейтинг ведущего кредитного агентства «Россия Акро», а прогноз стабильный. И ключевыми факторами, которые обусловили такую высокую оценку со стороны агентства, было то, что группа работает в области инфраструктурных проектов и реализует их посредством механизма государственно-частного проекта. Как всем нам известно, инфраструктурные проекты всегда являлись драйверами развития и восстановления экономики, особенно в кризисные периоды. В первую очередь, такими локомотивами являются транспортные проекты, которые сегодня формируют 76% нашего портфеля. Это мост через реку Лена в городе Икутске, автодорога обход Хабаровска, трасса Дублером-Катт, Виноградово-Болтино-Тарасовка, четвертый мост в Новосибирске, мост через Калининградский залив. С учетом сегодняшних реалий, не меньшей значимостью обладают проекты в сфере медицины и экологии. В этом году в Сургуте мы планируем ввести в эксплуатацию один из крупнейших России перинатальных центров. И приступили к работам по созданию сети поликлиник в городе Новосибирске. Семь поликлиник мы планируем построить и передать в пользование городу. И проектируем смарт-поликлинику в Якутске. До конца года надеемся вывести в активную фазу реализации проект по созданию двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области. Помимо отраслевой структуры нашего портфеля, Акро, безусловно, отметила надежность, как таковой надежность структуры проектов ГЧП в целом и проектов группы ВИЗ в частности. Что такое государственно-частное партнерство, если говорить об этом простыми словами? Это ипотека для государства. Государство сегодня получает объект в пользование, уже сегодня начинает извлекать всю пользу от наличия этого объекта, улучшаются связи, улучшается качество жизни людей, оплатит за эти объекты. Завтра. В течение последующих 10-30 лет эксплуатации объекта. Это всем выгодно. Это выгодно государству, это выгодно нам, потому что мы, как частный партнер, имея соглашение с ведущими регионами России, получаем стопроцентную гарантию возвратности вложенных нами инвестиций с выплатой необходимой доходности на капитал. Дополнительную прочности или основу прочности проекта ГЧП придает специальное законодательство в этой области. Для проекта ГЧП существует два закона. 224-й федеральный закон о государственном частном партнерстве и 115-й федеральный закон о консессионных соглашениях, в которых прямо прописано, что при заключении соглашения ГЧП того или иного публичная сторона государства обязана предусмотреть на весь период действия соглашения наличие защищенных статей под финансирование этих проектов. То есть, вступив в соглашение, государство не может отказаться от его финансирования. Оно обязано из года в год на всю перспективу включать свои обязательства в бюджет и исполнять их. Кроме того, в случаях, когда происходят какие-то непредвиденные обстоятельства, изменяющие базовые условия соглашения, которые приводят к тому, что частный партнер недополучает тех доходов, на которые он вправе рассчитывать и на которые он рассчитывал при заключении соглашения, публичный партнер обязан по требованию частной стороны пересмотреть условия соглашения и привести их в паритетное состояние. К таким обстоятельствам относятся и увеличение налоговой нагрузки, изменение законодательства и другие объективные обстоятельства. Это нормативное окружение. Если перейти к прочности и устойчивости надежности проектов группы ВИС, на чем она базируется? На трех китах. Это профессионализм команды, которые работают в группе, и это качественный отбор проектов, и это устойчивая структура соглашений. Как мы подходим к отбору проектов? Безусловно, мы работаем с проектами, которые относятся к национальным приоритетам. Это нам позволяет быть уверенными в том, что в реализации этих проектов заинтересована как страна, так и регион, и они будут прилагать действенные усилия для того, чтобы их продвигать и реализовывать. Когда мы выбираем проект, мы, безусловно, смотрим, чтобы он был необходим региону, приносил ему экономические выгоды от его наличия, и вместе с тем, чтобы дополнительная нагрузка на бюджет, которая будет связана с обслуживанием этого соглашения в будущем, не была избыточной для бюджета, и формировала там платежи в пределах 1-3%, не более. Высокое кредитное качество регионов, с которыми мы работаем, а весь портфель наших проектов, если посмотреть, реализуется в регионах с кредитным рейтингом группы А. Два региона есть группы В, но при этом в этих проектах присутствует федеральное софинансирование, которое существенно снимает нагрузку с региона и увеличивает гарантии возвратности средств и обслуживания проекта в течение его реализации для нас. Кроме того, при структурировании соглашений мы, как правило, избегаем, это наша сильная сторона, мы избегаем риска спроса. То есть на эксплуатационной стадии, когда идет возврат платежей, даже в проектах концессии транспортной экологии, у нас всегда присутствуют условия о минимально гарантированном доходе, который рассчитывается из условия покрытия всех наших затрат на сооружение объекта, эксплуатацию объекта и выплату нам необходимой доходности. Если вдруг коммерческие сборы от эксплуатации не покрывают этот минимальный доход, то государство гарантирует нам выплатить разницу и компенсировать выпадающий доход. Если вдруг так сложилось, что нам получилось заработать больше, то мы делим эту дополнительную выгоду с государством, как правило, в пропорции 50 на 50. В соглашениях ГЧП, по которым мы, как правило, строим социальные объекты, где нет коммерческой эксплуатации, объект построен и передается в пользование государственным предприятиям специализированным, а там у нас пользователь объекта платит арендную плату, покрывающую расходы на эксплуатацию, а обязательство по возмещению наших затрат на создание объекта остается за публичной стороной, за регионом, и в течение всего периода эксплуатации он нам выплачивает целевую субсидию на покрытие этих затрат. В соглашениях ГЧП особое внимание уделяется положениям, регулирующим риски и ситуации, связанные с удорожанием объекта, увеличением сроков строительства, другими обстоятельствами. В любой из этих ситуаций мы имеем возможность урегулировать условия соглашения с публичным партнером, заложены гибкие механизмы урегулирования таких параметров. И если вдруг по каким-то причинам мы не приходим к соглашению в течение какого-то разумного времени, то у нас всегда есть возможность выйти из соглашения и подвести итог этому проекту. При этом обязательство возместить все наши затраты, понесенные на момент расторжения соглашения, сохраняется за публичной стороной. Возместить все наши понесенные затраты, плюс выплатить ту самую доходность, на которую мы рассчитывали при входе в проект. Ради справедливости следует отметить, что в случае расторжения соглашений ГЧП досрочные, достаточно редки на рынке, это не только наша практика, это общая практика. Потому что первая ключевая история, когда мы входим в проект, когда стороны входят в проект, все рассчитывают на получение итогового результата объекта, который будет нужен региону, нужен стране. И это дает такую цементирующую прочность основную для проектов. И все стороны, и всех трудностях, и самых разных обстоятельствах все-таки стремятся к тому, чтобы проект продолжался, был завершен и запущен. И, наверное, ключевое еще раз подчеркну, что один из самых важных аргументов в пользу надежности проектов и бизнеса группы ВИЗ – это наша команда с 20-летним стажем, слаженной работы, с опытом проектирования, строительства, объектов любого масштаба, любой сложности, в самых разных климатических условиях. Все это позволяет нам еще на ранних стадиях, на предпроектной экспертизе, на стадии проектирования и строительства, предвидеть, избежать многих рисков, заложить правильное решение, правильно оценить затраты при входе в проект, правильно сформировать графики строительства, контролировать их исполнение и сдавать объекты в год. За 20 лет нашей успешной работы группа ВИЗ не допустила ни одного дефолта по своим кредитным обязательствам и не допустила ни одного нарушения обязательств по качественному строительству и своевременному вводу объектов в эксплуатации. Вот, наверное, вкратце я охарактеризовала группу и готова отвечать на вопросы. Спасибо большое, Людмила. Ну что ж, давайте переходить тогда к секции вопросов и ответов. Как обычно, у меня есть некие предзаготовленные мной вопросы, и я призываю участников нашего семинара задавать свои вопросы. Мои коллеги будут их дублировать в режиме чата, соответственно, мы сможем по этим вопросам тоже пройтись. Какие-то вопросы я постараюсь по ходу сформулировать, какие-то вопросы после того, как мы пройдемся по моему списку вопросов. Давайте начнем с такого немножко офф-топа. Вообще, название ВИЗ, оно что-то означает, не знаю, аббревиатура какая-то, всероссийское инфраструктурное строительство, высокоинтеллектуальная система, еще что-то, или вот просто ВИЗ и ВИЗ? Оно означает наше патетическое отношение к тому, что мы делаем. Эта аббревиатура родилась в самом начале, когда ВИЗ регистрировался, и это означает высокое искусство строительства. Я почти за это. Оно говорило о том, как бы о нашем намерении, с которым мы приходили на рынок и создавали группу компаний строительных. Сейчас, наверное, уже это звучит не актуально, но за прошедшие 20 лет это уже бренд, и поэтому, наверное, мы широко уже не расшифровываем высокое искусство строительства, потому что сейчас холдинг больше, чем просто строительство, но сохраняем саму аббревиатуру. Спасибо. Расскажите про такой, естественно, важный вопрос, как структура собственности. Я читал аналитический отчет рейтингового агентства АКРА, ну, собственно, все его могут прочитать, он на нашем сайте доступен. Там сказано, что 99% акций компании находятся в собственности основателя компании Игоря Адольфовича Снегурова. При этом, если просто скачать справку, выписку из EGRU на сайте налогового органа, то там два бенефициара у компании, Снегуров Игорь Адольфович и Рябов Дмитрий Владиславович. Там, примерно, в равных долях, даже у Рябова чуть больше. Вот можете прокомментировать вопрос, почему есть некое несоответствие в данных, что в официальной выписке два собственника, а во всех презентационных материалах только Игорь Адольфович? Сергей, это особенности ведения EGRU. В принципе, если внимательно посмотреть эту выписку, то в ней уже и есть ответ на этот вопрос. Дело в том, что группа ВИЗ, главная компания холдинга, она акционерное общество. И акционерное общество в EGRU заносится сведения только о первоначальных учредителях, которые были при создании компании. А в дальнейшем уже реестр акционеров, идется реестр одержателям, и там отражается текущая актуальная структура капитала, собственники текущие, которые сегодня владеют компанией. Дмитрий Владиславович был с нами, помог нам создать головную компанию. Сейчас он вышел, продал свою долю Игоря Адольфовича. Понятно. А можно чуть подробнее про личность Игоря Адольфовича, вот его какой-то жизненный путь, как он к этому пришел? Игорь Адольфович очень интересный, позитивный, динамичный человек, такой уникальный. Я в связи с ним, наверное, вспоминаю такую цитату Шопенгауэра, знаете, когда талант – это тот, кто может достигнуть цели, которые не могут достигнуть другие, а гений – это тот, кто может достигнуть ту цель, которую не видят другие. Вот это очень про него. Он формирует стратегию группы, иногда неожиданно, иногда непонятно, почему. Он сказал, идем туда. Но потом проходит время, и ты понимаешь, что это было правильное решение, и оно привело к совершенно позитивным и правильным преобразованию. Игорь Адольфович сам, он родом из Петербурга, окончил техническое у него образование, окончил Политехнический институт имени Калинина, инженер-радиофизик, начинал научную карьеру, работал на кафедре сферы физика твердого тела, высокотемпературная сверхпроходимость, то есть все очень серьезно. Но, как мы понимаем, в 90-х годах, в это вот время турбулентности, когда все менялось, все что-то для себя новое узнавали, к чему-то стремились, активные, талантливые люди уходили, как правило, из науки, к сожалению, и занимались бизнесом. Наверное, не к сожалению, потому что и в этом тоже есть ценности, и для страны тоже. Игорь Адольфович переместился в бизнес, занимался транспортом, логистикой, девелопментом, работал какое-то время президентом банка СИЗИП, и вот создал группу ВИЗ, в ней возглавлял совет директоров, был генеральным директором производственной фирмы ВИЗ, которая какое-то время была головной компанией, группой строительных компаний на то время. В настоящее время он генеральный директор ПКК, первой консессионной корпорации, основной наш инвестиционный актив, который занимается структурированием, выбором, маркетингом проектов, возглавляет совет директоров группы. Спасибо. Так, ну, третий вопрос у меня был такой немножко ликбез по концессиям, но вы об этом в своей презентации, в общем-то, рассказали, то есть, насколько я понимаю, есть два типа концессий. Первое, где предусматривается взимание платы, обычно это к дорожному строительству. Второй тип концессии, это когда какие-то социальные объекты, типа школ, детских садов, в принципе, с этим все понятно. Я смотрел вашу презентацию, что в большей степени вы занимаетесь именно транспортными проектами, но сейчас смещаетесь как раз в определенной степени в социалку. Давайте про выбор регионов. То есть, я посмотрел, у вас достаточно широкий выбор этот регионов. Вы можете смело заявлять, что вы работаете от Калининграда до Дальнего Востока. Вот, ну, там Чукотка еще не охвачена, но Хабаровск уже вполне себе Дальний Восток. То есть, у вас Калининградская область, Московская область, Хмао, Янао, Якутия, Хабаровский край. Вот все-таки выбор этих регионов. Понятно, что вы говорили про то, что стараетесь ориентироваться на рейтинг и так далее. Но вот это действительно какой-то такой сознательный выбор, или это то, где удавалось выиграть тендеры? Ну, и вот вижу в ленте тоже вопрос очень в тему. Насколько важно вообще в вашей деятельности какой-то, ну, не знаю, назовем это словом административный ресурс, то есть хороший контакт с местным губернатором? Ну, условно говоря, вот недавно в Хабаровском крае произошла всем известная сейчас на всю страну смена губернатора. Вот на ваши проекты в Хабаровском крае, это может какое-то влияние оказать или нет? Ну, как жизнь показывает, это не может оказать влияние, вернее, существенное влияние не оказывает, потому что за время реализации проекта это сейчас третий губернатор. Вот, и проект идет, и с ним все хорошо. С точки зрения выбора проектов, естественно, мы видим, на рынке есть информация о интересных проектах, которые прорабатываются, готовятся, идеях проектов, которые фруктурируют по рынку. Мы это внимательно смотрим, отбираем, и в первую очередь начало с того, что мы выбираем интересный проект. Ну, то есть мы берем масштабные проекты, да, то есть если посмотрите, наши проекты, это, как правило, там, десятки миллиардов капитальных вложений, и там мы. Самые крупные концессии в стране, это наши концессии, это вход Хабаровска и мост через Якутию. То есть это масштабные проекты, которые нужны, привлекая внимание на федеральном уровне и необходимы регионам. Небольшие концессии и ДЧП мы тоже можем делать, но это, скорее всего, в тех местах, где мы уже есть, где у нас налажен контакт с администрацией, и администрация заинтересована. Естественно, мы идем ей навстречу и делаем такие проекты. После того, как мы отобрали проект, в который верим и понимаем, что он нужен, и он пойдет, потому что его будут двигать на всех уровнях, просто бескорыстно и искренне, потому что он нужен. Мы приступаем уже к оценке и структурированию. Изучаем юридическую среду, изучаем экономику проекта, выходим на прямой контакт с властями региона. И в этот момент как раз устанавливается вот такое плотное взаимодействие. И по реакции региона, по уровню подготовки специалистов региона, готовности разговаривать, мы опять же делаем оценку, полетит проект или не полетит. И если происходит синергия, все движется и находятся правильные проектные решения, находятся правильные коммерческие, экономические решения, то проект выходит в стадию реализации. И как мы видим, что есть какая интересная история, заметили наши ребята, которые делают проекты с регионами, это отмечают, что существует корреляция. Чем выше уровень кредитного рейтинга региона, тем мобильнее, сильнее команда в этом регионе, и у нее больше способностей запустить и реализовать проект вместе с нами. Это довольно логично, потому что, мне кажется, кредитный рейтинг региона это в значительной степени отражение качества менеджмента региона. Тут, в общем, ничего сложного. Хорошо. Все-таки наш эфир посвящен планируемому выпуску облигаций. Ну, а если говорить про облигации, наверное, главный вопрос, который в головах у инвесторов, это, собственно, риски. Что может пойти не так? Потому что, конечно же, на презентации все очень красиво, но на всех презентациях, всех эмитентах всегда все очень красиво, всегда все очень растет, всегда двузначными цифрами. И, в общем, тем не менее, что может пойти не так? То есть я знаю своих знакомых, которые работают в строительном бизнесе, что главный риск вообще любой стройки – это то, что за нее просто не заплатят. Ты все построил, ты все сделал, а тебе не платят. Под разным соусом, не знаю, отказываются принимать. Вот ты сделал, а тебе говорят, ну, нет, вот тут немножко неправильно, надо переделать. А вот здесь тоже неправильно. Вот насколько этот риск возможен? Вы что-то построили. Вы как бы все, приходите к региону, готовы это сдавать, а вам регион говорит, не-не-не, мы не примем. Начинает придираться, затягивать и так далее. Такой риск есть, он возможен или его нет? И если нет, то почему? Вот смотрите, специфика проекта ГЧП, она заключается в чем? Что мы принимаем на себя полную ответственность как за проектирование, так и за строительство. То есть мы заказчик, мы застройщик, и наши собственные строительные мощности – это дополнительный бонус. Есть игроки на рынке, которые не имеют строительных мощностей и размещают стройку на внешний подряд отдельным строительным компаниям. То есть фактически всем ходом строительства мы управляем сами. Сила проекта заключается в том, что контроль идет с разных сторон. Регион контролирует, банк, кредитующий, предоставляющий старший долг, контролирует. Ну и, естественно, существует наш внутренний собственный строительный контроль на площадке. И таким образом вывести проект в состояние, когда какая-то одна из сторон решила перевернуть ситуацию на площадке, очень трудно. У нас всегда есть три альтернативных мнения о том, что произошло в проекте. Построен он с тем качеством, не с тем качеством, в том объеме, не в том объеме. И, кроме этого, финансирующие стороны, государственная сторона, которая дает капитальный грант, банк, который предоставляет старший долг, ну и мы, внося свои деньги. Мы видим весь этот консенсус на площадке, есть закрепленные графики платежей. И каждая из сторон, если не будет выдерживать эти графики, в общем-то, тоже пострадает, да, потому что она несет ответственность. Поэтому ситуации вот таких спекуляций, как бывает в случае госконтрактов, они здесь крайне затруднены, если не сказать невозможно. Да, поэтому если соглашение заключено, все платежи по нему структурированы и заложены, то они приходят своевременно. То есть таких вот на нашем опыте каких-то серьезных проблем, нерешаемых с платежами, не возникало. Ну, это хорошо. Главное, чтобы и дальше так оставалось. Следующий уровень рисков, вот как мне кажется, в строительстве, он примерно такой, что вы подписались что-то построить, вы это оценили, и дальше вдруг выясняется, что оценка на самом деле совсем другая. Ну, не знаю, грунты другие, рабочая сила подорожала, доллар обесценился, бакланы крышу пробили, вот все что угодно. В общем, получается, что вы рассчитывали построить, условно говоря, за 5 миллиардов, а на самом деле это вам стоит 10 миллиардов. То есть, да, у вас было в презентации о том, что вам регион должен компенсировать, но вот я как-то с трудом представляю, то есть как вы обоснуете это повышение. То есть не получится ли ситуация, что вот если вы ошиблись со стоимостью строительства, то это чисто ваш риск, и, собственно, вы несете эти дополнительные расходы? Любая проектная документация тех объектов, которые мы возводим в рамках соглашения ГЧП, она проходит государственную экспертизу, которая подтверждает и состав проекта, объемы выполняемых работ, и стоимость этих работ. Соответственно, незначительные отклонения, связанные с нашими ошибками, они не приводят к драматическим последствиям, и они спокойно компенсируются без больших каких-то сложностей. А вот драматические отклонения, когда изменились строительные объемы, изменились качества, вот как вы говорили, то есть геологических изысканий не те прошли, изменился состав оборудования, что-то такое серьезное произошло в проекте, и госэкспертиза выдала результат о том, что проект стоит гораздо дороже, чем стороны рассчитывали. На этот случай у нас как раз и предусмотрены, и во всех соглашениях заложены механизмы особых обстоятельств. В этот момент стороны должны прийти и сесть за стол переговоров. То есть, естественно, что такое отклонение стоимости возводимых объектов приводит к полному пересчету всей экономики проекта. То есть меняется структура финансирования государственного, меняется структура финансирования старшего долга, акционерного финансирования, по-новому рассчитываются доходности, плановая выручка в периоде эксплуатации. Происходит весь этот пересчет, и стороны садятся за стол переговоров, смотрят на это. То есть, подходит, не подходит. Если бюджет, несмотря на удорожание, регион говорит, мы понимаем, почему это произошло, да, мы так хотели, мы сами утвердили такое техническое задание, мы сами захотели высококлассное современное оборудование и так далее, то мы садимся и подписываем ДОП-соглашение к уже заключенной концессии либо соглашению ГЧП, и у нас вступают новые параметры финансовые, экономические в действии, и мы живем уже с ними. Если вдруг регион говорит, что, ну, сори, у меня нет таких денег, очень хочется, но это чумач. То есть, мы можем пойти двумя путями, да, то есть, мы можем, собственно говоря, регион может умерить свои хотелки и еще раз пересмотреть техническое задание, и тогда мы найдем компромиссную цену, которая всех устроит возводимого объекта, либо мы можем прекратить соглашение. И в этом случае, как я говорила, регион тогда нам выплатит все на этот момент понесенные расходы в связи с проектированием, изысканием, подготовкой строительства и выплатит ту доходность, которая была заложена в изначальном соглашении. Вот такие варианты решения таких проблем. А вот такие кейсы, реально такие случаи были, когда вот такая ситуация произошла, стоимость строительства существенно изменилась, и регион говорит, да, без проблем, хорошо, мы заплатим больше. Сейчас у нас, наверное, такого кейса, вот у нас есть первый самый проект, перинатальный центр в Сургуте, да, то есть мы его строим, сейчас готовим создавать в эксплуатацию. Там у нас действительно произошло удорожание, и как раз это тот кейс, на котором мы учились. Это был, то есть это первое или второе наше соглашение, которое мы заключили. И там как раз механизм пересмотра вот этих условий соглашения, он прописан недостаточно четко. Есть заключение госэкспертизы о том, что в связи с увеличением строительных объемов, в связи с закупкой, изменением состава оборудования закупаемого, стоимость объекта стала дороже. Вот, в принципе, у нас идут переговоры с регионом, мы ищем как раз ту формулу изменения соглашения, по которой эта стоимость нам будет компенсирована. Ну, этот вопрос пока еще находится в стадии урегулирования между нами, в общем-то, и он понятен регионами по отношению региона и по отношению банка ВТБ, который финансирует этот проект, мы видим, что отношение к ситуации рабочее и решение будет найдено. То есть, наверное, других таких кейсов у нас сегодня нет. Хорошо. Следующий, как бы, возможный риск, то есть вы все построили, вас все приняли, и, допустим, если это объект социальной инфраструктуры, то в течение определенного времени регион вам должен за него платить. Но дальше, допустим, как бы вот в регионе нет денег в бюджете. То есть, да, есть упомянутые вами законы о концессиях, там, 224-й, 115-й, в принципе, юридически вы достаточно защищены, но у региона денег нет, и они, как бы, заплатить не могут. Вы, не знаю, что в этом случае произойдет? Вы пойдете в суд, ну, как бы, сколько этот суд может длиться, вот, по взысканию денег с региона, там, не знаю, есть ли подобный риск, были ли какие-то подобные кейсы, и если они будут, то как вы их будете разруливать? Ну, Сергей, я, наверное, как финансист и тоже такой консервативный аналитик, я не могу сказать, что такого риска не существует. Конечно, он существует. Сталкивались ли мы с таким риском? Нет, не сталкивались. Наверное, это, как бы, отчасти связано с нашим умением выбирать проекты и партнеров по соглашениям. Если говорить чисто гипотетически, в теории, как могут развиваться события, я думаю, что, конечно, мы будем начинать не с суда, да, а, конечно, мы будем начинать с переговорного процесса, потому что, ну, вот, если так задуматься, в бюджете должны быть заложены эти обязательства. Ну, вот, увы, так случилось, да, то есть не получилось, что в следующем году, например, бюджет может выделить в полном объеме. Наверное, мы сядем, наверное, мы пересмотрим график платежей, наверное, мы пересмотрим его с тем, чтобы сохранить нашу доходность и обеспечить комфортную историю погашения долга для региона. Вот, наверное, мы точно так же, с нами банк сядет и скорректирует свой график возвратности платежей. Мы найдем компромиссное решение и подпишем это соглашение. То есть, в общем-то, я думаю, что это абсолютно реалистичный сценарий. Ну, понятно, да, на самом деле, хорошо. Хорошо, что вы признаете наличие такого риска, и, главное, у вас есть как бы план действий, что вы в этом случае будете делать. То есть, было бы хуже, если вы сказали, что нет, такого никогда будет не ложиться, потому что это бы прозвучало как-то неправдоподобно. Хорошо. Еще такой может быть компонент. Ну, опять-таки, я сужу с точки зрения облигационного инвестора, что может быть как бы интересно и что может рассматриваться как возможный риск компании. У вас достаточно непростая юридическая структура. То есть, вот да, она на презентации выглядит очень красиво. Там деление по так называемым дивизионам. Там во главе каждого дивизиона есть своя головная компания. Как бы все очень красиво. Ну, вот там, не знаю, смотрю по практике. Вы говорите, что был в 2017 году опыт размещения облигаций у группы. Речь идет о компании Виз Девелопмент. Опять-таки, смотрю структуру собственности этой компании. Там собственник кипрская компания Райс Сайберия. Вот. То есть, вот, не знаю, почему такая сложная юридическая структура? Нет ли планов ее как-то упростить, сделать, может быть, более понятной для инвесторов? Ну, Сергей, это мы говорим о кейсе вчерашнего дня, да? То есть, мы с вами и вы говорили, и я говорила о том, что за 20 лет компания прошла группа. Компания прошла такой серьезный путь и серьезную трансформацию из группы строительных компаний в инфраструктурный холдинг. Вот тот период, о котором мы с вами, который вы затронули, о котором мы сейчас говорим, 2017 год, это как раз переломный момент перехода от одной структуры к другой. И в 2017 году, а тем более в 2013 году, когда начинался проект по строительству садиков ЕНАО, группа была группой строительных компаний. И проекты, которые непосредственно не были связаны с выполнением контрактов подряда, внешних заказчиков, они собственниками могли структурироваться любым другим способом, да? И они могли не консолидироваться под производственной фирмой ВИЗ, которая на тот момент была главой группы. Собственно, вот так и произошло, что ВИЗ-девелопмент, будучи ассоциированным, мы понимали, что это наш проект, работали над этим проектом. ПФИ ВИЗ была генподрядчиком и возводила эти все объекты. Тем не менее, формально он был за периметром группы. И вот эта трансформация у нас произошла в 2017-2018 году. В 2018 году уже все проекты, которые мы реализуем в ГЧП, были консолидированы под головной компанией группы ВИЗ-АО. И сегодня там структура стала, наверное, если взять вашу подачу, проще и понятнее. Да, то есть все проекты находятся в периметре консолидации. Спасибо. Ну, с учетом того, что вы озвучили планы, там, по-моему, через пять лет на IPO выйти, то тут действительно как бы такое вот упрощение и упонячивание юридической структуры, оно, конечно, выглядит необходимым с учетом этого. Давайте чуть-чуть о операционных и финансовых показателях. Смотрел вашу презентацию. И вот, если ориентироваться просто на выручку, то, во-первых, она очень волатильная. То есть в 2015 год 25 миллиардов, в 2019 году 20 миллиардов. И внутри она там прям как-то ходит. То есть в 2017 году она упала до 14 миллиардов. Во-первых, почему она вообще снижается? Потому что я всегда привык во всех презентациях, что выручка может только расти. И почему в таком, в общем, вроде как очень консервативном секторе она достаточно волатильна? Это как раз опять же связано с теми трансформационными процессами, которые у нас происходили. То есть в 2013 году мы начали реализацию первого ГЧП проекта. К 2017 году у нас уже в портфеле было 4 или 5 таких проектов. И мы поняли, что мы идем к специализации только на проектах ГЧП. Нам комфортно, мы верим в этот сегмент, мы умеем в нем работать. У нас как бы все лучше и лучше там получается. И на эти годы, вот на провал выручки, как раз пришлось завершение крупных проектов, которые Куховиза завершала как генеральный подрядчик и ПС-контрактор. И на фоне этого запускались и разворачивались проекты ГЧП. И получился вот такой вот провал в том году за счет того, что по одной схеме бизнеса сворачивались доходы, по другой они только набирали силу. И сейчас мы думаем, что уже все, мы вышли на тренды. Дальше будет так, как вы привыкли к презентации. Вы еще лучше и дальше. Но что важно отметить, Сергей, что несмотря на вот эти вот качели, то есть несмотря на эту историю с каким-то уменьшением масштаба и потом постепенным его восстановлением, группа не потеряла рентабельность. То есть на всем этом периоде группа сохранила ликвидность, группа сохранила рентабельность и изменение объема в бизнесе не выбило ее из седла. Это очень хорошо. Давайте тогда к самому облигационному займу перейдем. И, наверное, сейчас предложим к нам присоединиться Рустема Кофеатулина. Ну и несмотря на то, что, конечно, в презентационных материалах все про планируемые параметры займа есть, но давайте как бы дадим Рустему еще раз их озвучить. И вот такой тоже довольно интересный вопрос в ленте прошел. На какие цели привлекается и почему займ такой короткий относительно сроков соглашения ГЧП? Ну давайте сначала Рустему дадим слово про сам займ рассказать. Добрый день. Спасибо, Сергей. Я тут представляю нашу большую команду организаторов. То есть не только БКС является организатором, но и уважаемый Газпромбанк, Совкомбанк и Банк Открытия. Поэтому это еще раз показывает серьезность как имитента, так и всей команды в размещении займа. Действительно, мы сотрудничаем тоже как БКС давно с компанией группы ВИЗ. И вот этот проект якутских садиков, который мы реализовали, очень интересный и успешный. Вот в этом году была секретизация, выпуск цифрового социального обеспечения. Соответственно, в чем нам видится преимущество как компании? И вот весь интерес, мы даже считаем, почему рынок должен оценить облигации группы ВИЗ. Потому что это действительно очень интересное и перспективное направление развития вообще страны в целом, как ГЧП. Получается, что все заинтересованы в том, чтобы что-то построить. И причем построить качественно в срок и так далее. Поэтому все это остается людям, значит, на местах улучшается их жизнь. И все это замечательно выглядит потом и приносит постоянную пользу непосредственно жительных регионов, в которых происходит строительство. Если переходить уже конкретно к займу. Займ, в принципе, он в сроке большой, 7 лет. Но предусмотрена аферта трехлетняя. В ленте был вопрос, аферта ПУТ или КОЛ? Да, это ПУТ, то есть это по требованию инвесторов. Здесь, соответственно, вот. И объем займа 2,5 миллиарда. Мы пока так маркетируем. По цели, наверное, Людмила там дополнит меня позже. Соответственно, что мы видим здесь по доходности? Поскольку задача сейчас на данном этапе стоит действительно объяснить, представить нового эмитента. Все-таки это несмотря на то, что есть уже выпуски у группы компаний и связанные с бизнесом компании, как я уже сказал. Но в то же время, как выпуск самой группы, он дебютный. Поэтому задача охватить действительно широкий круг инвесторов. Поэтому мы с эмитентом пришли пока к такому решению, что мы хотим привлечь максимально широкий круг инвесторов, в том числе и физических лиц. Достаточно хороший рейтинг имеет группа А. То есть это уровень, который позволяет всем инвестициональным инвесторам участвовать в размещении. Но при этом доходность мы пока маркетируем на уровне 9% годовых купона. Соответственно, ожидаем хороший спрос на этом уровне. И видим, в принципе, для инвесторов хорошую в этом возможность. То, что по такой ставке можно зайти сейчас. И считаем это предложение хорошим. При этом, поскольку все-таки тема такая сложная, ну не то что сложная, но, так скажем так, непривычная. И надо действительно, мы очень большое внимание уделяем маркетингу самого выпуска и бизнесу группы ВИЗ. Объяснение его. Поэтому тоже для понимания и для привлечения инвесторов есть большой подготовленный ковенантный пакет, который охватывает различные как финансовые, так и организационные и кросс-дефолтные ковенанты. Тогда с ними можно ознакомиться в тем же тем, который мы рассылаем по рынку. Ну и, наверное, там везде уже есть доступных ресурсов. Поэтому здесь мы говорим о том, что выпуск не только хороший, там, доходный, но и надежный. Поэтому он завязан на весь бизнес компании, а не только говорит о том, что это вот облигации просто компании SPV, там, ВИЗ-финанс. Это как бы есть поручительство головной компании группы ВИЗ. Ну и, соответственно, с ковенантами он привязан к основному производственному и строительному подразделению – это производственная фирма ВИЗ. Вот, наверное, вкратце вот так. А Людмила меня дополнит по целям, да, зайдем? Да, спасибо большое, Ростем. Да, Людмилу попрошу дополнить про цели и про срок. То есть, действительно, получается, все-таки, когда мы говорим про ГЧП-шные проекты, это в основном очень долгосрочные проекты. А тут все-таки, ну, как бы, по сути, это трехлетний займ, с учетом того, что оферта ПУТ через три года. Вот. И раз уж Ростем стал говорить про ковенанты, вот к Людмиле может тоже вопрос, кто был инициатором этих ковенантов? Это были вы или это были банки-организаторы? Потому что, ну, в целом, вот по качеству проработки этого ковенантного пакета, это больше похоже не на рублевый выпуск облигации, а на евробонт. Там всегда обычно очень, как бы, проработанный пакет ковенант. Для российского рынка это реально очень круто. Вот интересно, как бы, от кого шла инициатива. Людмила, вам слово. Я начну, наверное, с ковенантового пакета, Сергей, потому что мне не терпится сказать комплиментов в адрес ударной команды наших организаторов. Я очень рада, что они все рядом со мной, идут в этом проекте, получая большое наслаждение от работы с ними. Это суперпрофессионалы, Банк Открытия, Банк Особкомбанк, Газпромбанк и БКС. То есть креативные, динамичные, профессиональные, знающие рынок люди. Это прям удовольствие с ними взаимодействовать. Естественно, это они навязали нам этот ковенантный пакет для того, чтобы наш дебют состоялся прям вот так. Ух, мы немного сопротивлялись, но поскольку они профессионалы в своем деле, они нас убедили, и мы согласились. Вот. И видим сейчас по работе с институциональными инвесторами, что это находит отлик и оценку, да, то есть это добавляет привлекательности выпуску. А наша цель, учитывая то, что мы в 25-м году хотим все-таки выйти на IPO, сделать бренд на фондовом рынке, а, соответственно, привлечь широкий круг, широкую аудиторию к покупке наших бумаг, обеспечить действительно вторичный рынок хороший, хорошую ликвидность бумаги для того, чтобы институционалы, покупая эту бумагу, себя чувствовали спокойно. О целях привлечения, да, то есть у нас сейчас в разворочу очень важный и нужный проект строительства моста через реку Лена, вот недавно он был включен, этот проект, в список программы развития Дальнего Востока, то есть государство еще раз подчеркнуло необходимости, важности этого объекта, и мы там провели изыскание, сейчас полным ходом идет проектирование, и мы хотели бы направить в первую очередь полученные средства для того, чтобы не потерять темп и вовремя дать Якутии мост, без которого она реально страдает, вот, и направить эти деньги туда, ну, в общем-то, может, отчасти еще завершается проектирование Калининградского моста, поддержать и этот мост тоже, вот, так что будем строить мосты. Из Калининграда куда мост, разве что в Польшу? Калининградский залив, ну, это надо было проектировщиков сюда пригласить, я видела, что он красивый на картинках, но, честно говоря, вот, по географии у меня в школе была твердая четверка, поэтому не могу. Ну, я думаю, да, обеспечивает, вот мне подсказывают, ребята рядом со мной сидят, обеспечивает выходы на сопредельное государство. Вот. Прекрасно. По поводу срока, по поводу срока, объясню. Да, действительно, если бы мы структурировали этот облигационный займ на какую-то из специальных проектных компаний, то есть непосредственно деньги бы напрямую попадали в проект, то тогда, естественно, была бы синхронизация денежных потоков, возврата займа и поступления денег от публичного партнера или подоходов от проекта, как мы всегда и делаем вот в проектных облигациях. Там все синхронизировано, есть какие-то запасы, есть какие-то закладочки под риск какой-то, безусловно, не без этого. Мы разумные люди, мы риски видим и считаем. А здесь мы привлекаем облигационный займ на группу, а в группе есть как бы постоянный кэш, потому что, например, наша производственная фирма ВИЗ, она строит в деньги, да, она получает выручку в деньгах. Эти деньги платит публичный партнер в виде капитального гранта, эти деньги платит старший кредитор в виде старшего долга. Таким образом, ликвидность и денежный поток в группе есть, да, и они начинаются прямо с самого момента старта проекта, когда запускается строительство, когда начинается выплата капитального гранта. Мы прошли уже определенный путь, и наши проекты начинают выходить из инвестиционной фазы, и у нас начинает возникать денежный поток возврата наших инвестиций, который тоже может и является источником для обслуживания долга группы. Потому что там поступает как… А надо специально оговориться, что до текущего момента в проекты в качестве вклада частной стороны группа инвестировала собственный капитал. То есть возврат этого капитала – это чистый кэш, который может быть либо рефинансирован в новые проекты, либо направлен на обслуживание долга, который, собственно говоря, в эти проекты пошел. Поэтому здесь драматического разрыва в ликвидности не возникает. Ну, естественно, что мы строим и актуализируем финансовую модель группы, и мы умеем управлять денежными потоками и рисками с ними связанными. Спасибо. Вот если говорить про ковиданты, они, естественно, привязаны к МСФОшной отчетности. При этом вот на данный момент МСФОшная отчетность, она официально, по крайней мере, на сайте группы не опубликована. То есть мне ее любезно предоставили для подготовки к сегодняшнему эфиру, но официально она не опубликована. Как бы, собственно, планируется ли ее опубликовать и когда? Сереж, ваша информация устарела. Мы подали документы регистрацию выпуска, биржа из нас вынула душу. Несмотря на то, что эта отчетность была опубликована на сайте имитента, они сказали, нет, давайте ее на сайт группы, давайте ее на интерфакс. И теперь она лежит везде. Но вот я на сайте группы не нашел. Сейчас не нашли? Как не нашли? Мы пришлем вам управляющую компанию раскрытия информации. Вот покликайте там. Хорошо, хорошо. Нет, у меня она есть. Хорошо. Мы порядочные люди. Очень хорошо. Главное, чтобы она на Субанде была, потому что мы всю отчетность всех имитентов собираем. Нам очень важно, чтобы она у нас была. Нет, нет. В соответствии с документацией нашей программы, проспектов, выпусков, в соответствии с требованиями биржи есть полное раскрытие со стороны поручителя, то бишь группы, и отчетность группы будет публиковаться, будет публиковаться сущий фактор, раскрываться, то есть полная открытие. Все будет под контролем инвесторов. Хорошо. Сейчас, наверное, Рустема снова попрошу к нам присоединиться, потому что хотелось бы поговорить про купон, про планируемую доходность. То есть если мы ориентируемся на купон в 9%, это дает эффективную доходность 9,3. Ну вот я проделал небольшое упражнение, я посмотрел бумаги других имитентов с рейтингом А, не брал финансовый сектор, только не финансовый сектор. Ну вот, чтобы не быть голословным, сейчас покажу на Сибанде, что у меня получилось. Сейчас покажу на Сибанде, что у меня получилось. Или не покажу. Видно или не видно? Сергей, сейчас не видно. Одну секундочку. Попробуйте, пожалуйста, еще раз запустить трансляцию. Что-то я не вижу, как это сделать. Ну да ладно. Ну, в общем, как бы мы видим, что большая часть инструментов имеет доходность 7, 7,5, ну в общем до 8. Ну, если ориентироваться на такие имена, там, как группа ПИК, ТМК, ЛСР, вот в этой категории, то есть бумаг с рейтингом Single A от Акры или Эксперт РА, у вас получается 9,3 по эффективной доходности, ну то есть это где-то там почти 200 пунктов к ПИРС, то есть к бумагам со сравнимым рейтингом. То есть вот чем объясняется, ну понятно, новый эмитент, понятно, там чуть-чуть другая сфера, но как бы не слишком ли высокая премия? Ну, мы, наверное, эмитент вот, да, считает, что слишком высокая. Мы считаем, что, ну, во-первых, Сергей, все те эмитенты, которых ты назвал, действительно, они имеют такую достаточно уже долгую и успешную историю пребывания на облигационном рынке, да, и действительно, они тоже к этим доходностям шли постепенно, да, вместе с рынком. Поэтому и задача группы ВИС, как мы понимаем, да, то есть она тоже заключается в том, чтобы быть постоянным игроком на этом рынке, да, и, соответственно, привлекать, ну, наверное, ежегодно, да, размещать займы и привлекать деньги вот в развитие и в новые проекты, которых заявлено великое множество, как, 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 как. В штуках, так и в рублях, как говорится, да. Поэтому сейчас как раз и стоит задача вот привлечь и заинтересовать максимально широкое количество и качество, наверное, да, инвесторов, чтобы был хороший стимул у управляющих, у инвестициональных инвесторов открывать лимиты, ну и, соответственно, изучить все-таки такой, ну, не простой для понимания проектный бизнес вот в его такой структуре различных проектов, различных направлений, и, значит, как инфраструктурных, так и, значит, транспортных, ну, различные проекты, различные компетенции у разных инвесторов, чтобы была возможность по достоинству все это оценить, ну и чтобы получить действительно премию, да. Ну, мы надеемся, что, как бы, мы этой цели достигнем, в том числе вот и доходность, с помощью той доходности, которую мы предлагаем, и, соответственно, да дальше будет и группе проще, и, соответственно, и инвесторам тоже будет в дальнейшем интересно, скажем так. Ну, то есть тут заложена некая премия за 9, и из-за того, что масштаб займа, он, в общем-то, явно не видится сильно большим, то, наверное, компания планирует и дальше размещать. Мне вот удалось, наконец-таки, разобраться с Zoom, я вроде сейчас попробую все-таки показать, как выглядит, да, вот так выглядит кривая по эмитентам Single A, то есть вот в основном, ну, вот тут точки подписаны, там, ну, это явно не ликвид какой-то, автобан финансовый, то есть в основном вот в дюрации там до 3 лет это до 7 или там 7 с небольших процентов. Ну, вот группу ПИК, я помню, в 17-м году мы размещали под 13 годовых. Нет, ну, я просто имею в виду, что вот если, соответственно, вот ваш выпуск, он, вот точка будет вот где-то здесь, то есть там дюрация будет там порядка 2,5 доходность. Нет, ниже, 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 Сережа, опускайтесь ниже, ниже наша точка будет. Ну, вот, в общем, где-то если дюрация 2,25, доходность 9,3, ну, она так хорошо будет стоять, в общем, достаточно интересно. Вот, поэтому... Ну, это ты говоришь про размещение, а как бы осмотришь картинку вторичного рынка. Смотреть только картинку вторичного рынка, конечно. Вот, Рустем, ну, такой, наверное, заключительный из моих вопросов, перед тем, как пройдемся по тому, что накидали в ленту. Вот этот уровень доходности 9,3, он такой, как бы, получается пограничный. То есть это, с одной стороны, ну, с учетом уровня, как бы, рейтинга, выпуск должен быть интересен институциональным инвесторам. С другой стороны, вот это уже та величина, которая, в принципе, интересна и розничным инвесторам, которые больше ориентируются, там, на ВДОшный рынок. Вот, но, в принципе, с учетом, там, хорошего имени, хорошего рейтинга, по идее, вот, ну, я понимаю, что меня, как физика, уже, наверное, тоже бы эта доходность могла бы привлечь. Вот, то есть вы все-таки больше на кого здесь ориентируетесь? На институциональный спрос или на ритейловый спрос? Или на тех, кто других? Да, мы вот как раз хотим, да, наиболее широкий охват получить, но если, как бы, как такой крупнейший брокер, да, ну, или один из крупнейших сейчас брокеров страны, да, то есть, конечно, мы сейчас вот очень видим большой интерес со стороны физических лиц на рынке облигаций, то есть, если, там, я помню, в 16-17 год, то есть, это было, наверное, 2%, да, там, вот, размещение участвовало физических лиц, то есть, сейчас, может быть, там, и 20-25%, ну, там, рекорд у нас вот был по одному имитенту с названием «Телеком», там, почти 60% выпуска выкупили физические лица. Ну, действительно, их физических лиц привлекает высокая доходность, ну, как бы, уже такая, скажем так, не даже, не двузначная доходность уже, а вот в связи с тем, что депозиты в банках, там, на 3-4, там, годовых, то есть, в принципе, мы видим уже даже в выпусках, там, 7 годовых, там, и ниже, то есть, достаточное количество физических лиц, я думаю, что 9% однозначно должно привлечь физических лиц в большом количестве. Ну, не знаю, что по количеству счетов на первичке выпуск поборется с Максиму «Телеком». Ну, не знаю, но там очень тяжело, там, я, насколько помню, было порядка 10 тысяч счетов было участвовало. Ну, всех приглашаем, вот, всех участников, как бы, конференции и не только, да, мы считаем, действительно, хорошая возможность, надежная, ну, и, собственно, доходная. Ну, и видим, что, наверное, возможность апсайда, она, как бы, присутствует здесь. Ну, да, безусловно, то есть, на самом деле, я думаю, что, заходя в этот выпуск, надо ориентироваться на определенный апсайд, там, в течение 2-3 месяцев. Я исчерпал свои заготовленные вопросы, поэтому сейчас хотел бы пробежаться по тому, что накидали нам в чат. И вот пара вопросов, ну, таких, естественно, ситуационных, связанных с работой компаний в условиях пандемии и карантина. Там первый вопрос, как видеть себя компания в условиях карантина, в частности, интересует возможность проектной части пир разработки на время пандемии. Есть ли у вас удаленная работа, не будет ли увеличен срок по объектам, где сейчас идет стадия проектирования? И следующий вопрос из этой же серии. По прогнозам, насколько сдвинутся сроки сдачи объектов с учетом этой же пандемии, которая сейчас уже находится на стадии поставки материалов, оборудования и монтажа? Людмила, ну, вопрос, естественно, к вам. То есть, как на вас влияет пандемия? Да, я все-таки вижу по картинке, что вы из офиса работаете. Кажется. Ну, сейчас мир такой мобильный, что, как выяснилось, когда все перешли на удаленную работу, она, в общем-то, не сломала драматические графики. Жизнь продолжилась у всех, и коммуникации настолько выросли, что они действительно позволяют это делать. Ну, естественно, сваи по удаленке забивать не будешь, это факт. Вот. Разнонаправленное действие оказывает на нас пандемия, потому что, например, там часть проектов даже ускоряется в этом году. Нам перенесли будущие платежи капитального гранта по объектам Хабаровск и Новосибирск со следующих лет на этот год. То есть, вот федеральные власти, как я и говорила, транспортные проекты очень часто служат драйверами, и мы видим практически реальные шаги в этом направлении. Были какие-то трудности в период карантина с доставкой работников в Сургут на строительство перинатального центра и пусконаладчиков. Но эти трудности были решены. В общем-то, у нас ни одна стройка не остановилась, и драматического изменения темпов строительства в связи с пандемией у нас не наблюдается. То есть, вот даже наоборот, как я говорю, есть потуги на ускорение темпов, и есть реальные практические шаги в эту сторону. Здорово. Так, еще вижу вопрос, планируется ли получать рейтинги у других агентств или достаточно одного? Вопрос, не знаю, к вам, к Рустемову. Сейчас мы пока не планируем получать у других агентств, но, безусловно, мы изучаем обстановку, мы понимаем, мы хотим понять потребности инвесторов, взгляд инвестора на актив, и, учитывая вот нашу финансовую стратегию, мы не исключаем возможности того, что через какое-то время мы будем получать рейтинги международных агентств. То есть, мы эту возможность держим у себя на горизонте и оцениваем, когда это сделать своевременно и, главное, для чего. Ну, потому что это же не ордена у Брежнева, да, чтобы собирать на бруде. Вообще, планы по дальнейшему выходу на рынок облигаций можете озвучить или вот сейчас все будет зависеть от того, насколько удачно вот этот займ разместится? Ну, в удачном его размещении, простите меня, я совсем не сомневаюсь, поэтому здесь так вопрос, наверное, не стоит. Я, наверное, сейчас не готова сказать линейку выпусков, как они будут по времени распределены, но то, что они будут достаточно регулярны, и, может быть, они опять же будут там небольших объемов, потому что это должно быть синхронизировано с потребностями, реальными потребностями и полезной утилизацией в бизнесе этих денег, да. вот, но мы будем дальше, да, выпускаться. Ну, общая программа, как я и озвучивал, 30 миллиардов рублей, да, то есть такой масштаб в перспективе размещения, в перспективе ближайшие 3-5 лет мы видим. Ну, что ж, большое спасибо, мы, наверное, все вопросы исчерпали, и сейчас как раз еще утро и начало трудового дня. Мне приятно, та уверенность, которую вы источаете в плане того, что не сомневаетесь в успешном размещении, я действительно думаю, что с такими параметрами, с таким шикарно проработанным пакетом Ковенант, с такой премией ко вторичному рынку для вашего рейтингового класса, и такой блестящей четверкой банков-организаторов, вы, конечно, вот прям обречены на успех этого проекта. Вот, поэтому, конечно, желаю вам успеха, буду очень рад видеть вашу компанию на нашем декабрьском облигационном конгрессе, куда, конечно же, приезжают и все инвестбанкиры, и все организаторы. Вот, на этом будем завершать. Тем, кто не успел посмотреть наш эфир полностью, запись будет там, или сегодня, я думаю, что сегодня запись будет доступна на Ютубе, на канале Сибонс, подписывайтесь на наш Ютуб-канал, и все эфиры с эмитентами, и не только, там можно видеть. На этом спасибо, отличного рабочего дня сегодня, и успехов в размещении вашего займа. Спасибо большое, всем хорошего, удачного дня. Хорошего дня, коллеги. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!